граждане большой страны так называемой россии вращаюсь к вам ко всем у меня такой вопрос сколько мы будем так терпеть и жить я не знаю я являюсь гражданином этой страны живу в городе Новокузнецкий у нас отбирает землю моей матери я являюсь сыном моей бабушке это дочь так что прошу откликнуться вас все кто может Кузнецов мэр нашего города прославленный как и земелоотдел наш который торгует нашими землями как хотят старух ветеранов у меня даже факты есть у друга отжали землю и землю а квартиру у бабушки одинокой он ее племянник так как у нее детей не было даже есть факты все я могу привести с главы города Новокузнецка с администрации по совету ветерана есть такой там общественная деятельность отжала секретарю этой бабушки квартиру сейчас добрались до моей матери пытается ее бабушке отжать землю мы ездили на прием марте месяце Кузнецов пообещал разобраться представитель начальник земелоотдела который находится на франкфурт она сказала мы все сделаем перепишем они уже наш участок кому-то продали нам они сказали Кузнецов что сказал что чтобы нам дали оформить эту землю матери моей своей бабушки матери ее моей бабушки и получается мы к мэру когда ездили он говорит все да но я ездил на франкфурт земелоотдел так говорит мы не можем поймать туда-сюда и и в общем вот стоит но мэр-то пообещал глава города ей в лицо инвалиду первой группы слепому человеку что все эта тема будет решена и мне проблем не надо вроде бы но проблема она есть прессует тут приезжают те кто команды отдали там через коррупцию через связи они все это пробивали заявляет это наша земля как можно на чужое претендовать я человек верующий понимаю что нельзя всем говорю никогда не зарьтесь на чужое но люди зарятся и прессует этого эту старушку бедную нища которая больная и пытаясь 70 кузнецов ты чё не можешь человеку дать возможность оформить сколько можно терпеть совесть у тебя есть ты же обещал держи свои слова я тебе сказал я приму действие ты еще увидишь какие действия приму так нельзя делать вас твоего языка сорта вылетела фраза что этой старушке ты дашь оформить и никто ничего не дает нам оформлять анащенко людмила георгиевна скажи что там жила как твое вот моя мама жила главкова екатерина васильевна я и и ее дочка у меня теперь вну это дочь и дети они ухаживают за этим огородом а меня вот соседи пришли отобрали им дают участки хорошие 7 откодняков там все а им не надо у меня здесь и забита вода и колонка и огород все ухожено обихожено они хотят готовых взять и продать и купить машину вот и все помогите а путина пусть совесть заиграет пусть совесть зажрался он там москве не работает уже семь лет он за этой землей ухаживает то что я сказал москвичам что они зажрались путин меня внес черный список люди это нормально как жить вот как жить нашей богатой россии столько запасов мы за чертой бедности нас всех ограбили и мы молчим когда все это прекратится любой человек имеет на запасы какие-то доли проценты а не так что горбачиться за 12 15 тысяч сводить концы с концами сколько можно терпеть нас милиция меня судили лично 8 лет за то что я говорю правду за это и судят давят лишили работы всего хотя бы хоть пожилого че ладно я взрослый человек не больной но мать-то инвалид первая группа и никто по городу новокузнецка не администр ведь долл платит за уход за пожилым человеком не соцзащиты не какие-то структуры существует никто к этому человеку ни разу не приехал вот ей было плохо ее соседи довели здесь прессовали два часа скорая ехала мы живем городе новокузнецки в арженкинском районе улица земная 14 и никому дело нет как человек живет умирает у не умирает врач ни один не едет она не нужна никому когда работала она была нужна так что люди добрые то может помогите если нужно какие вопросы что-то дать какие-то инфрии у нас много интересного мэру кузнецова думаю не место он просто обещальщик который говорит но ничего не делает у самого и в италии у нее особняки и все все а почему вот игорь да он ночевал я помогал игру ночевал у меня приезжал мне жалко этого пацана но вот состоит и игру никто не может помочь зная всю эту ситуацию михаил алфер приезжали я с ними на суд ездил как два часа пьяная судья судила его вот с такими распущенными волосами кто нас судит пьяные шлюхи распущенные это все я знаю как все это было просто я сам там присутствовал на этом судилище когда пацана этого прессовали так что помогите все кто может вот мы простые люди мы будем сопротивляться любыми путями но землю свою не отдадим в общем страна пока пока